Если ты хочешь попробовать Warface или создать себе новый аккаунт, то регистрируй новую почту на Mail.ru и воспользуйся ссылками в описании. Оружие на выбор, платиновая коробка удачи, боевое снаряжение и пулемет М60 ждут тебя в одном из самых популярных шутеров современности. Добро пожаловать в Warface, братишка! Рокутагин, слышу, новый сервер скоро появится в Warface, называется Delta. Да, капитан очевидность, только ты знаешь, наиболее внимательные игроки в Warface помнят, что вообще-то сервер этот не появится, а просто откроется. А о том, что сервер Delta существует в Warface, многим известно еще аж с 2015 года. Другое дело, зачем он на самом деле нужен в нашей игре? Субтитры делал DimaTorzok 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 Поделись, пожалуйста. В этом видео, капитан очевидность, 10 мозголомов и 2 вышибателя. Да, старею. А что касается о том, что многие знали с 2015 года, это мы сейчас все обсудим, так что слушай внимательно. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет, а также капитан очевидность. Здорово, Ватсако! Красава! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О котором мы так давно мечтаем. Да, рачишка, сегодня ты отборный бред несешь. Нет, капитан очевидность, это не бред, я все верно говорю. Просто задумайся на секунду, а зачем им еще один тестовый сервер? Друзья, все мы с вами знаем, что у нас есть ПТС, и никто нам с вами не мешает на ПТСе тестировать да все что угодно. В конце концов этот дельта сервер можно было бы просто переименовать в ПТС, как я понимаю там больше вместимость, и этот ПТС вообще никогда не выключать, по сути получилось бы то же самое. Но как я вижу ПТС никто не отменяет, а сервер дельта это сервер дельта, это четвертый сервер, точнее пятый вместе с ПТС. И он не имеет никакого отношения к ПТС, это другой совершенно сервер. То есть, а зачем, зачем нам создавать еще один сервер? Можно просто расширить ПТС, правильно? Правильно. И заниматься тем же самым там. Но обратите внимание, наши разработчики этого не делают, ведь сервер ПТС можно никогда не выключать. Иногда он у нас работает там день-два, а иногда целую неделю, а то и больше, никаких проблем. Пожалуйста, все то, что они говорят про сервер дельта, можно делать на ПТС, но, тем не менее, они создают именно дельту. Слышь ты, Склеротик, ты так и не сказал, что там в 2015 году-то было? О, совсем забыл, да, про 2015 год. Правильно говоришь-ка, правильно говоришь, 2015 год. Так вот, друзья, впервые о том, что существует сервер дельта, информация мною лично была замечена в 2015 году, когда один из бойцов нашей игры на форуме опубликовал два скриншота. Один из них, это то, что он обнаружил этот сервер дельта, совершенно пустой. Видать, какая-то ошибка была у разработчиков, и в игровом центре он появился. А второй скриншот, это когда он попытался зайти на этот сервер, но его туда не пустили, и сказали, что он не участвует в соревновании. При этом, в списке серверов, когда он включал, было видно, что есть уже турнирный сервер. Поэтому отмазка, мол, дельта это еще один турнирный сервер, просто не прокатывать. Он уже в то время так и назывался, сервер дельта. И теперь, друзья, давайте подумаем, а зачем может быть нужен этот дельта сервер? Вариант первый, кроме тех, что заявлено разработчикам. Я думаю, что разработчики потихонечку пытаются как бы многих игроков на этот сервер переманить. Я думаю, что будет именно так. Тут стоит вопрос, а на чем же тогда они будут зарабатывать? Вариант первый, они хотят попробовать все-таки систему, которая распространена во многих других играх. То есть, зарабатывать, скажем, на скинцах, на чем-то таком, и это потихонечку может появляться на этом сервере со временем. Может быть, какие-то випки и так далее. Но есть вариант второй, и он наиболее интересен. И знаете, что я думаю, что сервер дельта может стать весьма необычным и нестандартным сервером для Warface, да и вообще фри-то-плей шутеров. Потому что на этот сервер могут ввести, что? Правильно, платную подписку. То есть, по сути, Warface на сервере дельта станет игрой с платной подпиской. С ежемесячной абонентской платой. Скажем, 300 рублей. То есть, 600 кредитов. За это ты получаешь доступ на сервер. За это ты получаешь, может быть, какой-то еще вип-ускоритель. И наслаждаешься игрой с такими же, как ты. Теми, кто заплатил. Заплатил, замечу, немного. Это немного. 300 рублей в месяц. Это, ребят, реально немного. С одной стороны. С другой стороны, услуги читеров весьма подорожают. Да и вообще, как правило, в играх, где есть абонентская плата, либо игры платные, читеров все-таки поменьше, нежели в классических фри-то-плей. Еще один бонус. Плюс к этому мы понимаем, что разработчики до того, как это сделаете, может они вообще это делать не будут, но как вариант. Они хотят привлечь к Warface внимание. Им нужна качественная пиар-компания. И все эти покупные стримы, реклама у ютуберов, других не связанных никак с Warface, это все хорошо, но это уже так не работает. А вот разорвавшаяся бомба, точнее эффект разорвавшейся бомбы, может быть новость о том, что в Warface открылся сервер, где донат нифига не решает. И вот тогда уже можно подать рекламу у каких-то стримеров, популярных миллионников, ютуберов, просто в новостных всяких сайтах, там на плейграундах, игроманиях и так далее. И вот это очень даже, ребята, может сработать. Не знаю, Рокутагин, мне кажется, ты все-таки ошибаешься. Капитан, очевидность, как это я могу ошибаться? Вот сам подумай, зачем им еще один тестовый сервер? Я все объяснял. Но, ребята, согласитесь, это просто нелогично. Ну, прям читается, что здесь что-то не так. Причем наоборот, так, скорее всего. Это очень хорошо. Потому что в Warface, если действительно появится сервер с какой-нибудь абонентской платой, или сервер, где надо будет минимально донатить, то вот эти все разговоры, всякие, да, со стороны Warface, там, донат, туда-сюда, они не будут выдерживать никакой критики. Потому что все. Сосните пизю. В Warface эта игра уже не про донат. Это действительно станет доступный, классный сетевой шутер. И одна только новость об этом может привлечь, я думаю, десятки тысяч людей посмотреть и проверить, что к чему. Да Кутагин, если эта вся хрень, которую ты сказал, подтвердится, я просто свой галстук съем. Капитан, очевидность, у тебя нет ни одного галстука, слышишь, бармен мой родной. Откуда у тебя галстуки? Че ты врешь людям? У меня целая коллекция висит. Брешет, отвечаю. Так что, дорогие мои, сервер Дельта существовал еще с 2015 года. И поверьте, друзья, вы еще увидите, это не просто тестовый сервер, где будут идти какие-то ивенты. Это будет полноценный, и я думаю, возможно, со временем, самый популярный сервер Warface. Если, конечно, их идея не накроется на корню после первого месяца двух тестов. Вот такое у меня, друзья, мнение. Я не верю, что это просто тестовый сервер. Как-то это немного не состыковывается и не срастается. Но более того, я рад, что этот сервер будут открывать. И поверьте, именно на нем, возможно, я буду больше всего играть. Во всяком случае, попробую. И я очень надеюсь, что это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Это новость. И новые люди потянутся в нашу игру. Если честно, отбросить донат и какие-то вот такие технические, какие-то анальные проблемы, то наша игра, по сути, ведь она прекрасна. И это действительно один из лучших шутеров современности.